Пока еще соберутся. Уже в эфире, да? Ну, в любом случае, здравствуйте, друзья! Даже если вы еще не собрались... Уже 40 человек, поэтому можно... Ищите. У нас сегодня разговор о этом проекте, который я вам предлагаю. Уже не хочу, а уже предлагаю. Институт за 100 дней. Институт живописи за 100 дней. И... Я рад за себя и за вас, что вам этот проект понравился. У нас уже около 60 человек в нашем институте. И... Так... Получается, что, наверное, будет человек 100 в итоге. А это уже, в общем-то, целый институт. Единственная проблема для тех, кто купил у пиратов, я потом назову их адреса электронные, чтобы вы знали, у кого не надо покупать, поскольку, если вы купили у пиратов, то вы не можете получать обратную связь, которая будет регулярно в течение этого всего курса. он будет состоять из целых 100 уроков. Первые 10 уроков это, фактически, для тех, кто боялся наследной живописи. И я вам предлагаю перестать бояться. Показал палитру. Все картины пишутся с палитрой. Перед вами и палитра, и картина. И, как я проговаривал, что там задачи, которые невозможно не выполнить, и так оно и получилось. Уже больше 20 картин в альбомах представлены. Я так понимаю, что это еще не все представлены, поскольку не все представлены в группе ВКонтакте, закрытой группе. И, опять же, в закрытую группу вы сможете попасть, только предъявив, так сказать, чек о покупке именно у нас, допустим, у Сашеньки, или у Карины на сайте. Поэтому все, кто купил у нас, все будут в закрытой группе. И мы там будем, как в обычной институтской среде, будем друг друга, так сказать, морально поддерживать. И даже где-то, ну, часто среда учит. Вот в институтах есть такое, понятие, особенно в институтах живописи, что среда учит. Действительно, когда ты подсматриваешь у того, кто получше работает, тебе некоторые вещи становятся понятней. Ну, а тем более, что у нас развернуты видеоуроки. Вот. И, действительно, все 20 картин, которые прислали, все благополучные. Ни одной, ну, такой уже, чтоб человек, ну, явно ничего не понял. Писал и ничего не понял. Все достаточно благополучные. Есть просто шикарные работы. Я даже не понимаю, зачем им понадобилось с нуля начинать. А есть, чуть коряненькие, но это уже картина. Все наши картины в этом институте, все наши задачи, студии, они будут студиями, но они все будут сориентированы на то, чтобы в итоге их можно было бы продать. или выгодно подарить кому-то. То есть, этот момент мы будем учитывать, поскольку не только, чтоб вы не только тратили свои средства, но и могли их поддерживать себя для учебы в нашем институте. Первое, вы уже знаете, что это первые 10 уроков, это как бы самые простые задачи. Следом пойдут посложнее. Это будут копии старых мастеров. Но не настолько старых, что когда уже эти картины, даже если мы скопируем, или фрагменты картин скопируем, они просто не будут иметь никакой реализации, потому что они очень неактуальны. Это будут картины. Ну и тем более, что раньше практически пейзажи не писали, а у нас все-таки акцент на пейзаж. Хотя у нас будут и портреты, и фигура, и композиции. Но акцент у нас все-таки на пейзаж, поскольку это самая распространенная тема. И что я хотел в связи с этим сказать? Сейчас, сейчас, сейчас. А! И это будут копии старых мастеров. Ну, не настолько старых. художников. границы двадцатого века. Вернее, двадцатого века. Девятнадцатый, начало двадцатого. И там очень, но у них еще дух старой школы, у этих художников. Если современные художники уже вытворяют практически все, что хотят, без всяких, так сказать, правил играют. Часто. И мы и их будем тоже рассматривать. то те мастера еще сохраняют присутствие этого классического подхода. Вот. И это будет целая серия задач. Копирование. Копирование всегда в институтах было. И в этом нет ничего зазорного и предубедительного. Единственное, что у нас не будет пока работы с натурой. То есть то, что в институтах чему учат. Но надо сказать, что в наше время художники пишут в основном с фотоматериала. Поэтому научиться умно, грамотно работать с фотоматериалом это будет наша как бы первичная задача. А уже как курсы повышения квалификации мы затеем работу с натуры. Когда кто из вас сможет приезжать, будем здесь работать уже с натуры. Делать с натуры пейзаж, постановки, натюрмортные, портретные. Но это чуть на потом. Ближайшая задача будет копирование старых мастеров. Может быть их будет 10, может быть их будет 15-20. То есть я еще как бы формирую этот пакет. Потом мы будем работать копировать уже работы современных художников, у которых большое разнообразие языков живописи. Эти языки копируя эти языки вместе со мной вы сможете выбрать для себя тот язык, который вам понравился. Который вам ближе, понятнее, легче, доступнее. вы сможете так сказать уже немножко сориентироваться на потом. Следующая задача это будут серии работ, работа с аналогиями. Самая простая работа с аналогиями это, допустим, нашли красивый портрет. Ну, современного или несовременного художника. Нашли красивую идею портрета. Ставим. Освещаем так же, как у этого художника освещаем. Ну, понятно, что другая одежда, другой может быть даже фон. Ну, скажем, темный, только другой. И, в итоге, делаем аналогичную работу. Понятно, что сходство этих работ будет ну, почти невозможно это сходство. То есть, это будут разные работы. Вы будете брать живого человека, он все равно обладает другими другими рельефами на лице, и волосами другими, и одеждой другой. Но это будет аналогия. То же самое будет аналогии с пейзажем, с натюрмортом. Ну, прежде всего, конечно, с пейзажем. В частности, для того, чтобы выйти на натуру и писать, допустим, пейзаж с натуры, нужно сначала провести, как бы, некую артподготовку. То есть, вот, допустим, художники в вашем районе, где вы живете, они пишут вашу местность, и вы, прежде чем выйти, вот вы знаете, что там вот часто пишут, стоят, должны были бы, например, может быть, даже скопировать сначала одну из работ, а потом уже идти на пленэр и делать подобную работу с натуры. похожую работу. Понятно, что она будет другая состояние солнца, другое состояние времени года, да, и так далее. То есть, будем умненько развивать, углублять наши знания и возможности. И, конечно, все работы будут устремлены к тому, чтобы в случае возможной продажи она имела эти причины для продажи. Так, это я обрисовал вам концепцию института. А, и будем, будут курсовые задачи, то есть, ну, это, наверное, уже где-то условно к третьему курсу. Уже будем делать какие-то самостоятельные вещи, скажем, выбрать художника, сделать копию самостоятельно, без видеоурока. Я буду все это комментировать все время. То есть, я буду постоянно с вами на связи. И чем больше будет работ, чем интенсивнее будет ваша работа, тем чаще я буду выходить в эфир и обсуждать ваши работы. Вот, и вот уже 20 работ есть, я думаю, что еще немного, там еще дня три-четыре, можно будет поговорить на эту тему. С теми, кто находится в закрытой группе ВКонтакте. Те, кто находится за рубежом и знать не знают про контакт, или убедительно вас прошу, зарегистрироваться ВКонтакте и зайти в эту группу. Это у нас все Теус наверное под... Да, они опубликованы. Адрес этой группы. Вот, и еще, там вы закидываете свои работы на стену, надо все-таки закидывать в альбомы. там, выстроенные альбомы, в которые надо закинуть ну, конкретная работа и там ряд исполнений на эту тему. То есть, там, допустим, виноград, и вот, все с виноградом в одном альбоме. Все с пейзажем в одном альбоме. постарайтесь эту работу все-таки выполнять. Если уже крайний какой-то случай, когда, ну, может быть, там, Украина заблокирован контакт, может быть, для украинцев будет какая-то поблажка через какие-то другие ресурсы будем общаться. Но, все-таки, все, кто не заблокирован, я настоятельно вас приглашаю зарегистрироваться. Ну, это как, в конце концов, институт на чем-то настаивает. Вот. А, что касается пиратов. Вот, мне тут черкнули их адреса, и сейчас я вам их произнесу. Сахаров.игр.ком У них два домена, да, ты говоришь? Да, да. Второй домен, Игорь Сахаров, два ф точка, нет. И два подчеркиваем, а, или что? Нет, просто, да. Игорь Сахаров, точка, нет. Вот, они прыгают с одного на другой, и дурят вашего брата. Ну, а самое главное, что дурят, конечно, нас, которые, ну, все-таки, исполняют эту работу. это затратная работа. Вот. И я надеюсь, что вы покинете, прекратите общение с ними, и мы сможем более эффективно работать и я, ну, и вы. Вот. Что я еще... Продиктовать наши официальные ресурсы. Ну, официальные, самое главное, официальные... А, у них еще есть там где-то... Прямо диктовать все, да? Ну, самый главный, сайт, инстаграм, номера телефона. Официальный сайт. Это СахаровИгорь.ру Там наша менеджер Карина. Вот она сейчас здесь сидит. Не хочет, стесняется показаться. Так. Ватсап дочь Александра и телефон плюс семь, девятьсот восемьдесят пять, шестьсот шестьдесят три, сорок два, восемьдесят три. Вот. Дочь Александра моя холёсенькая. Все влюблены. Да. Тоже стесняются на путь. Ватсап. А, это уже менеджер Карина. Ватсап. Плюс семь, девятьсот пятнадцать, триста сорок два, девяносто восемь, девяносто восемь. В инстаграме у нас наш ресурс Сахаров подчеркивает, нижнее подчеркивание Скул. Скул, да? Скул, да? Я вообще, конечно, слабак. Вот. И... А вот это вот что? Что это? Вот это вот. Инстаграм Карина. А это Ну, его можно не зачитывать. А, это Инстаграм Карина. Ну, сейчас вот и Карина тоже ведёт трансляцию на свой Инстаграм, так что... Вот, да. Ну, получается, что я... Всё стало. Там ещё что-то было написано. Нет, всё. А, ну, да? Угу. Ну, можно проговорить о том, что уже были прецеденты покупок? Да. Уже несколько человек купили у них и говорят, куда нам теперь? Никуда. 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 Просто... Это... Не наша вина совсем, как вы сами понимаете. Наоборот. Это... Наша...